Красота человека в красоте его письма. Лейтмотив международной выставки каллиграфии, которая открывается завтра в Москве. Среди экспонатов артефакты разных эпох, а среди участников художники со всего мира. Один из них арабский каллиграф Нджа Махдауи. Говорят, его рисунки можно увидеть даже на самолетах. Так ли это, узнаем на худсовете. Это рубрика худсовета. Яна Арширалиева. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях художник-каллиграф Нджа Махдауи. Каллиграфия ассоциируется у нас с чем-то почти мистическим. Древние манускрипты, хранящие самые сокровенные тайны. Загадочная и прекрасная эстетика японских иероглифов. Современная каллиграфия – это и традиция, и новые технологии. Значимость и популярность работ современных каллиграфов связаны с тем, что очень возросли потребности высокого дизайна именно в таких выразительных и гармоничных образах. Известнейший арабский художник-каллиграф Нджа Махдауи создал уникальные работы. Многие из них хранятся как в частных коллекциях арабских шейхов, которые очень ценят искусство мастера, так и во многих мировых музеях. Выставки Махдауи проходят по всему миру. В России работы художника выставлялись в Эрмитаже и столичном музее искусства народов Востока. Вы приехали в Москву для участия в международной выставке каллиграфии. Что вы ожидаете от этого форума, впервые проходящего в Москве, кроме встречи со своими коллегами со всего мира? Мои ожидания очень велики. Я хотел бы выразить признательность организаторам этой акции. Ведь так важно сегодня, чтобы творческие люди со всех континентов могли бы встречаться и придумывать что-то вместе. Я тунисец, представитель средиземноморской части Африки. Сегодня я много путешествую по миру. Должен сказать, что Россия для меня особая страна. Моему восхищению перед культурой России нет предела. Поэтому приезд сюда я рассматриваю как возможность прикоснуться к великой истории вашего искусства. Что служит источником вдохновения для создания каллиграфических шедевров? Это очень интересный и сложный аспект. Я сейчас как раз занимаюсь этой проблематикой. Взаимодействуем в сознании художника двух миров. Мира реальности и мировоображения. Художник не может существовать вне общества. Все, что его вдохновляет, так или иначе является частью окружающего мира. Я имею в виду и культуру, и экономику, и политику. Все это тоже является импульсом для создания новых произведений. В эпоху компьютеров многие всерьез опасаются, что современное поколение детей скоро вообще откажется учиться писать. Способны ли привлечение внимания к произведениям каллиграфического искусства как-то остановить этот процесс? Это очень хороший вопрос. Вы спрашиваете, как можно решить эту проблему, и я сразу отвечаю. Надо придумывать новые компьютеры. Да, именно новые, иные, эстетически выверенные по форме и содержанию. Это же совершенно очевидно. Потребность в умной машине носит уже планетарный характер. В этом смысле было бы просто неразумно пытаться с этим бороться. Бояться интернета? Это же абсурд. Нужно сделать так, чтобы все изображения, все символы, которые используются на экране компьютера, были созданы талантовыми художниками. Ведь именно человек создал машину, он и должен оставаться ее хозяином. С детства нужно прививать интерес к творчеству, равно как и к приобретению технических навыков. Будущее именно за таким творческим подходом к научному прогрессу. И мне кажется, что в вашей стране это знают как ни в какой другой. Вы работаете и в сфере современного искусства. Весь мир восхищается вашими витражами. Что вам наиболее интересно из параллельных жанров? Каких проектов вы планируете принять участие в ближайшее время? Знаете, существует два вида проектов. Те, которые можно реализовать, и те, которые существуют только в моем воображении. Ведь мы все мечтаем порой о чем-то совершенно несбыточном. Самое страшное, кстати, когда художник теряет именно это качество. Придумывать что-то просто так, не думая о полезности своего творения. Надо терзать, ничего не бояться, тогда появится новое дыхание. Я принадлежу к тому поколению художников, будем говорить художников, Средиземноморья, которые раньше всего заметили, оценили тот огромный творческий потенциал, который отличает развитие визуальных искусств здесь, в России. Кандинский выставлял свои работы в Тунисе. Архитекторы из России создавали здесь невероятные проекты. Все это не комплименты. Это история искусств, которая очень важна для сегодняшнего развития. Спасибо большое. Очень приятно, что визит в Россию стал для вас погружением в мир высокой культуры. До встречи. Напоминаю, в нашей студии сегодня был художник-каллиграф Анджа Макдауэ.